Страх перед стоматологом – распространенный страх сродни боязни пауков и высоты замкнутых пространств. Однако, в отличие от боязни пауков и других сущностей, боязнь стоматолога может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Так чего же боится человек с геттофобией? Боязнь стоматолога может означать разные вещи для разных людей. Возможно, вам поможет, если вы поймете, что вас больше всего беспокоит. Звуки и запахи навоевают воспоминания о плохом опыте из детства и заставляют думать, что лечение будет болезненным. Хорошая новость заключается в том, что стоматологи теперь все лучше и лучше понимают страхи пациента. Они понимают, что доброта и мягкость могут сделать много для лечения зубов, чтобы это стало нормальной частью жизни. Беспокойство по поводу посещения стоматолога является распространенным явлением и превращается в фобию, когда это заметно влияет на ваше здоровье и самочувствие. Люди со стоматологическими фобиями обычно избегают посещения стоматолога и в конечном итоге испытывают сильную зубную боль, ухудшение здоровья полости рта и негативное влияние на качество их жизни. По оценкам последнего исследования стоматологического здоровья взрослых, примерно каждый десятый человек страдает донтофобией. В донтофобии обычно люди боятся следующего. Анестезии. Люди обычно не боятся анестетика, обезболивающего препарата, а вместо этого опасаются, что анестетик не подействует. Некоторые люди опасаются побочных эффектов анестетика, таких как временное не менее губ. Некоторые люди боятся крови. Они могут испытывать страх и панику по поводу возможности или фактического наличия даже незначительного кровотечения, которое может произойти во время стоматологической процедуры. Люди могут опасаться рвоты и удушья, когда стоматолог их обезболит. Они даже боятся, что не смогут дышать и глотать. Люди могут ассоциировать негативные чувства со стоматологом. Это чувство гораздо хуже, если в прошлом у них был неудачный опыт посещения стоматолога. Стоматологические процедуры часто связаны с небольшой болью, а иногда процедуры или восстановление действительно причиняют боль. Люди очень чувствительны к боли могут больше бояться дискомфорта во время лечения зубов. Люди боятся игл, могут опасаться инъекций, которые стоматологи используют во время стоматологических процедур. Кто-то опасается шума, издаваемого бормашинами и стоматологическими инструментами. Люди могут испытывать беспокойство из-за запаха в кабинете стоматолога или специфических ароматов, возникающих во время лечения зубов. Каковы причины донтофобии? Возможные причины донтофобии включают в себя следующие. Семейная анализ развития фобии увеличивается, если у вас есть член семьи с фобическим расстройством или тревожным расстройством. Вы можете чувствовать себя странно из-за того, что стоматолог или гигиенист находится вблизи к вашему лицу. Вы можете также беспокоиться о том, как выглядят ваши зубы и пахнет ли дыханием. Опыт лежания в кресле с открытым ртом в течение длительного периода времени может заставить вас почувствовать потерю контроля. Если вы услышите, как кто-то говорит о своем страхе перед донтистами, это может вызвать у вас тоже фобию. У людей, которые имели негативный травмирующий опыт, связанный с посещением стоматолога, может развиться донтофобия. Травматический опыт может включать боязнь посещения стоматолога в детстве и проведение процедур без вашего согласия и проведение процедуры, которая вызвала боль или осложнение. История жестокого обращения или издевательства в детстве может привести к донтофобии. Симптомы донтофобии могут варьироваться от легких до крайних. Они включают озноб, головокружение или предобморочное состояние, чрезмерное потоотделение, учащенное сердцебиение, тошноту, одышку, дрожание или тряску, расстройство пищеварения. К дополнению к высшим сказанным симптомам, триггеры донтофобии могут вызывать в некоторых людей плач при мыслях о посещении стоматолога и бессонницу перед визитом к стоматологу. Почему важно преодолеть донтофобию? Вы можете подумать, что донтофобия не так уж важна. В конце концов, если вы несколько лет не посещали стоматолога, ничего не случится. Отказ от посещения стоматолога может иметь серьезные последствия как для вашего психического, так и для физического благополучия. Ваши зубы могут быть красивыми, пока вы молоды и здоровы. С возрастом появляются проблемы, которые причиняют вам боли и дискомфорт. В последнем исследовании, опубликованном в British Dental Journal, изучались характеристики 130 пациентов, посещавших службу когнитивно-поведенческой терапии под руководством психолога и результаты их лечения. Пациенты, посещающие психолога, были опрошены на предмет уровня стоматологической тревожности, а также общей тревожности, депрессии, суицидальных мыслей, употребления алкоголя и качества полустирта. Три четверти обследованных набрали 19 баллов и выше по модифицированной шкале стоматологической тревожности, что указывает на стоматологическую фобию. Все остальные набрали высокие баллы по одному или нескольким пунктам, что свидетельствует об особом страхе перед тем или иными аспектами стоматологии. Страх перед стоматологическими инъекциями и стоматологический бор машины были наиболее распространенными пунктами с высокими баллами. Почти все пациенты сообщали о косвенном влиянии проблем с зубами, полостью рта и деснами на их повседневную жизнь. Участие обследованных пациентов были обнаружены другие состояния, такие как высокий уровень общей тревожности и клинической значимой депрессии. Из всех направленных пациентов 79% продолжали лечение без необходимости седации. Среднее количество посещений когнитивно-поведенческой терапии необходимость для того, чтобы пациент получал стоматологическое лечение без особого страха и седации составляло 5. Профессор Тим Ютон из Института стоматологии Королевского колледжа в Лондоне был ведущим автором исследований и он говорил, что люди с донтофобией чаще всего используют седацию, но это позволяет краткосрочно расслабиться, но это не помогает преодолеть свой страх в долгосрочной перспективе. Основная цель занятий с психологом состоит в том, чтобы дать пациентам возможность лечить зубы без необходимости в седации, то есть в наркозе. Исследования показывают, что в среднем 5 сеансов терапии большинству людей достаточно, чтобы посещение стоматолога показалось нормальным. Как ваш стоматолог может помочь вам преодолеть страх? Посещение психолога может показаться вам крайней мерой, но переборов страх к стоматологическим манипуляциям один раз, как правило, дальнейшее лечение проходит без сложностей. Нередко сами стоматологи помогают справиться с этой проблемой. Есть ряд проверенных методов, которые можно использовать для того, чтобы помочь сплавиться с этими страхами и получать удовольствие от посещения стоматолога. Они варьируются от предоставления вам психолога, который может заниматься терапией, до записи на прием в спокойное время, чтобы вы могли все обсудить с доктором и привыкнуть к креслу и манипуляциям. Вся команда клиники Сатори глубоко привержена к тому, чтобы у каждого был отличный опыт, когда вы к нам приходите. Наши процедуры являются передовыми и практически безболезненными. Это означает, что мы можем помочь вам преодолеть страх перед болью. Что же сделать, чтобы реже посещать стоматолога? Зубы на всю жизнь, и они могут служить всю жизнь, если за ними правильно ухаживать. Если вы можете восстановить здоровье своих зубов с помощью стоматологов, а в будущем качественно ухаживать за зубами, последующее лечение будет минимальным. Важно регулярно посещать стоматолога. Доктор не только проверит наличие кариеса, но и поможет предотворить заболевание десен. Как только ваш рот будет здоров, следующие посещения будут нужны только для проверки и очистки зубов. Желаю вам избавиться от тревожности и получать удовольствие от заботы о вашей улыбке.